Для бесплатной консультации со специалистами пришли десятки трудовых мигрантов. Граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана – обычно самая востребованная рабочая сила на рынках города. О своих проблемах мигранты, те, что работают нелегально, говорят неохотно. Даже снимать себя на камеру не разрешают, а за помощью обращаются к национальным центрам. Казахстан наравне с Россией стал принимающей страной. У нас граждане других стран чаще выполняют работу, за которую не возьмутся местные жители. Вот только в России стать легальным мигрантом при желании может каждый. А в Казахстане получить право на труд иностранному гражданину гораздо сложнее, но работать комфортнее. То, что есть Ассамблея народов Казахстана – это достаточно ощутимая сила. И тоже объединяет многие национальные объединения, многие националисты, много этнических групп. Это положительно. Мы хотим тоже создать, как бы хотели бы создать. Одна из таких программ – создание медиасети. Эксперты научат журналистов не делать из мигрантов-оккупантов. Ведь от того, каким будет представлен приезжий в газетной статье или телевизионном материале, отчасти зависит и отношение к нему коренных жителей страны. Хадича Абишева, лидер неправительственной организации Санаси Зым, помогает казахстанцам, оказавшимся в тяжелом состоянии за границей, и тем, кто попал в такую же ситуацию в нашей стране. Хадича входила в комиссию по разработке нового закона о миграции. Мы предложили очень много таких важных моментов, которые, на наш взгляд, должны были быть в этом законопроекте на тот момент. Но, к сожалению, не все поправки были приняты, но кое-что так вот есть, но закон уже есть. Семинар для журналистов будет идти еще и весь день 8 декабря. Мастер-класс для журналистов проведет и главный редактор журнала «Миграция. 21 век. Золотое перо России» Лидия Графова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова